здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном о музыке о том как музыка ну сочиняется что такое музыка нужна ли нам музыка правильную музыку мы слушаем ну и и и скажем так прикладное применение потому что музыка нужна и для развлечения и кстати например для хореографических всевозможных элементов а все это так совпало в одном человеке у нас студии музыкант пианистка композитор концертмейстер как риф и хореографической школы анна турпанов здравствуйте она здравствуйте вот первый сразу же вопрос музыкант это кто вот сейчас у нас все музыканты чё-то где-то спел чего-то где-то на гитаре или даже не сыграл чего-то напел на и уже музыкант я думаю музыкант это очень широкое понятие музыкант это человек который слышит музыку сфер по-своему и как-то внутри себя интерпретирует и может это выразить звуками для окружающих чтобы другие люди услышали музыку через него он проводник музыки но как бы тут их можно разделить еще на две части с одной стороны а можно слышать музыку других и правильно ее понимать как вот есть например художники перерисовщики которые идеально могут перерисовать до 1 в 1 а может даже и лучше чем подлиннее а есть которые которым музыка приходит а который вот вы тоже как бы там и там и так понимаю на на двух ногах стоять и мы же понимаем что музыка это некое сочетание удачное сочетание звуков которые могут превратиться как в какофонию так и в какой-то абсолютно мелодичную совершенно невероятную историю самых различных жанров то есть и тяжелый рок может быть каким-то очень музыкальным и очень не музыкальным и какая-нибудь супер там я не знаю классическая мелодия самых известных композиторов который тоже может показаться и такой такой ведь музыка это все то что не тишина верно я бы так не сказала есть шумовые звуки есть звуковысотные звуки звуки обладающей высотой конкретной это ноты до шум волн шелест листьев дождь это же не музыка это шум а есть вас приводит иногда поэт выходит ему кажется что это не просто шум какую-то особую да но тогда это уже интерпретация уже отражение когда начинается музыка музыка начинается внутри человека который ее начинает слышать и выстраивает звуки уже в соответствии со своим своим внутренним миром насколько он богат и имеет внутренний опыт какой-то свои личные переживания потому что одна и та же музыка или один и тот же какой-то звук может вызвать у всех людей разные ассоциации у кого-то это воспоминание о расставании у кого-то это воспоминание о рождении у кого-то это просто первый раз услышанный звук который запечатлеться вместе с этой картинкой которая непосредственно сейчас происходит и для него это ничего не будет такого особенного значить каждый из нас имеет право воспроизводить звуки и интерпретировать их так как он слышит внутри себя я думаю хорошие музыканты это те у которых просто глубокий внутренний мир который начитанный и у которых есть мне кажется не всегда не происходит они ну есть такое понимать просто талантливый вот он что-то там чек ну такого скрытного склада и он может выпускать музыку да ну например композиторы самую там сам продюсер какой-нибудь и так далее тут очень важно мне кажется момент что кроме человека кто-то музыку слышат животные птицы я не знаю вот например мы включаем какую-нибудь технику вот они как-то реагируют или для них это что-то такое нехорошее вот интересно тоже такой подход туда потому что мы же можем слушать опять же от моцарта да да как у меня мозг реагируют все и животные тоже говорят что количество молока увеличивается в швеции в роддомах включают моцарта во время родов и дети не кричат то есть обычно ребенок когда рождается кричит когда слушать звуки моцарта он находится у себя дома он как будто космонавт который увидел что-то знакомое и родное вот в этой музыке они успокаиваются где-то есть и бетховен есть гендель битховен это вообще уникальный человек потому что человек оглох и написал после этого самую великую музыку свою пятую симфонию написал же глухим то есть можно предположить что может быть но тут есть один такой момент он все-таки приписал как бы понимаю как это может быть то есть это какая-то память мозгу есть да у него также было развито внутреннее ухо он мог трость брать в рот прикладывать в инструменту и вот этот проводник между фортепиано и ртом вот он захватывал зубами и немножечко мог слышать звуковые волны через внутреннее ухо вот они так проходили если внешне с внешней стороны ничего не слышно но интересно то что находятся углу блок в глубокой депрессии после этого и даже хотел покончить жизнь самоубийством и когда к нему пришла пятой симфонии он это все смог в ней преодолеть то есть это музыка это его боль которую трансформирует развивает и побеждает и к заканчивается 5 симфония мажором светом победой и сейчас многие психотерапевты в мире во всем имеют такую практику в глубоких депрессиях люди слушают пятую симфонию и у них происходит что-то внутри они начнут плакать у них снимается вот этот спазм они выходят на новый уровень но это классическая музыка но ведь например говоря особенно это было популярно 80-е годы так называемый тяжелый рок причем как бы на рук который вот со стороны кажется какой-то агрессивным и так далее когда спрашиваешь у людей которые интересуются до этим направлением это вот это у меня такой выход энергии не некуда энергию а то есть музыка еще позволяет какому-то выхода да обязательно конечно вот каждый человек может выразить а кто-то слушает например что-то в стиле шансона или прям какую-то попсу ли сейчас очень много такой музыки ну скажем вот как будто бы на игр на что-то но при этом человек если человеку хорошо если он это воспринимает как музыкой вправе ли мы кого-то запрещать как будто на кого-то вешать ярлыки или все-таки можно назвать музыкантом и моцарта и какого-нибудь доморощенного композитора который стоит где-нибудь на улице поет они у них есть что-то общее у них есть в общем то общее то что они оба любят музыку и пора права и порезал да и по разуму и отражают но это не значит что у них будет одинаковый вес и ценность но еще такой немаловажный момент тут уже плавно переходим к вашей деятельности что опять же он у нас музыкант как был звонец ки в одной интернете он у нас музыкант он знает ноты да то есть вот когда приходишь на концерт классической музыки я тут недавно был в питере в мариинке а вы значит концертном зале вот новом современном прекрасно знать там очень неплохой концерт на моцарта они сначала сыграли реквием что правильно не во второй части после тогда бы на уже что-то не хотелось бы идти домой страшно было первой часть сыграли реком во второе все так сказать хиты моцарта и ты понимаешь что ты выходишь уже немножечко в другом состоянии и ноты 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 и прямо очень все внимательно тут даже любопытно если на секунду отвлечься от музыки что наверно но как журналисту нужно делать наблюдаешь за каждым кто как работает кто-то там сидит у меня там маленькая партия вот он сидит ждет пока да что ты готовится думаешь может он уже заснул тогда а это профессионалы будут вопрос как вы стали профессионалом как вы пришли в школу так скажем эту музыкальную глобальную как вы стали пианисткой как вы знали композитором к тому же вопрос сразу все немного долгий ответ будет и я родилась в другом городе и мои родители музыканты оба преподаватели папа еще и дирижер и вообще в общем полный набор дирижирует вами да вот папа мне народник мама преподаватель в общеобразовательной школе я их благодарю за то что они меня воспитали таким образом что развили мой слух способности и отправили меня музыкальную школу дальше мне очень повезло с преподавателем в школе елена генриховна новикова моя замечательная вторая мама как ее называют вела меня в мир музыки как пианистку научила меня быть свободным музыкантом то есть это не когда ты просто играешь ноты а когда ты чувствуешь себя свободным в этом как рыба в воде когда у тебя свободно руки у тебя ничего не зажимается и ты не думаешь о том что боже мне так больно как же я сейчас доиграю какая следующая нота то есть мы с ней преодолели этот этап мы вышли с ней она меня выпустила за клавиума в открытое море еще в школе в седьмом классе я уже чувствовала себя по-другому потом я попала к ней же в колледж в колледже она уже со мной занималась более серьезными вещами и потом она не сказал тебе надо поступать в москву то и собственно я уехала гнесинку поступила закончила гнесинку как пианистка классическая но мне всегда тянуло и джаз мне было интересно многое поэтому я брала просто параллельно еще уроки там где что не входило мою программу приходилось забирать но у нас в миссинге в это время было разрешено посещать все факультативы бесплатно все что тебя интересует вот вне расписания пожалуйста и после гнесинки я вдруг поняла что мне нужно идти работать и я не буду концерт концертным исполнителем а хочу я заниматься чем-то другим вот что-то у меня внутри немножко беспокоилась что это не совсем совпадает с моим внутренним быть солистом это не совсем моё я вот даже вижу что вы прямо двигаетесь у нас как на на рояле мы не успеваем за вами праздновать до этого не убегайте я представляю как вы я кстати по поводу джаза да я уже где-то говорил но повторюсь как-то был на одном концерте где мацев посвятил программу исключительно джазу прям сто лет джазу и привыкаем да как ходит человек все и тут вдруг мы видим совсем другой подход до совсем другой образ там я еще сочетание сделали такие ну вообще музыкантам как и художникам людям творческим свойственно немножечко шутить над нами но опять же зная ноты и вот вы плавно еще решили сами попробовать что-то написать вот тут сразу возникает такой вопрос потому что почувствовала что а что я хуже моцарда что лету сейчас нет или как отнюдь нет я пишу стихи с детства стихи стихи да и печаталась в газетах и в книгах есть есть такие моменты а вот когда уже училась в гнесинке вот больше меня стало на это тянуть как-то странно конечно это столько времени нужно тратить на занятия по восемь часов по 9 часов мы занимались и тем не менее тянет на поэзию вот странно это дело и я стала замечать что поэзия звучит когда мы стали будем саргского мусоргского оперу борис году но у него очень много речитативов он создал новый жанр он пытался человеческую речь музыку звуковысотность перевести и он создал речитативы в русской карьеры был просто прорыв да и я очень заинтересовался этим я думаю но ведь надо же уметь это все переложить рэп это немножко другой это тоже конечно но с немножко другой уровень там больше текст да там просто текст и ритм это такой первым немножко к первобытному строю возврат потому что начальник начальник был ритм 1 я написала песенки детские про пиратов музыкантов про кошку балерину которая танцует вас потянуло в детскую музыка да 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 я работала тогда с детьми меня попросили работать в музыкальном театрике при еврейской центре и музей толерантности этом работала а и то есть вас попросили как бы вы немножко даже как бы еще профессионально что надо написать ну да там были детки заказ заказ там занимались дети здоровые и детки у которых есть особенности развития и нужно было с ними заниматься таким образом чтобы всем была польза и все хорошо друг другом сосуществовали я придумала свою методику развития для этих деток и тогда пришла необходимость написать свои песни потому что на тот момент очень мало было подходящего в репертуаре в нашем но я так понимаю что для деток тоже приятно что вот наша мама тоже для них мама написала свою музыку да сейчас делаем небольшую паузу напомню что на студии музыкант пианистка композитор концертмейстер анна турпанова и кстати по поводу вот этого длинного и сложного названия концертмейстер мы тоже поговорим уже во второй части нашей программы напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях музыкант и музыкантка как сейчас говорят да пианистка композитор концертмейстер хореографических именно с хореографическим уклоном сейчас об этом говорить анна турпанова анна ну вот концертмейстер но понятно что музыкант мы выяснили композитор тоже но почти наверное практически все музыканты но пытаются все-таки написать музыку кого-то это остается кто-то как бы проходит этот этап ну а вот концертмейстер это же уже ответственность немножко иная то есть это нужно то есть все-таки ты тут играешь уже не главенствующую роль но без тебя не обойдутся вот вы работаете в хореограф хореографической школе да да так правильно задать давайте расскажите об этом или имейте ваша работа я что это за школу вас такая интересная это моя любимая работа так когда я пришла в эту школу уже пять лет назад я поняла что такое вторая семья работа я не реально не думала что такое бывает когда все вокруг тебя поддерживают все рады директор замечательно у нас татьяна ивановна тропина наш директор и наша тоже мамочка потому что она делала нас да да и александр васильна шмелева замдиректора заместитель они очень любят школу они и собственно говоря создали и лелеют уже 30 лет и наши учащиеся все воспринимают ее как второй дом у у нас есть дети у которых сложная ситуация жизненная есть дети у которых все в порядке и детки у которых более сложная ситуация чаще приходят возвращаются потом иногда просто сидят просто приходят посидеть в коридоре я люблю что ты пришел это мой второй дом я пришел набраться сил интересно когда очень много такого и преподаватели первоклассные которые выкладываются и вкладывают в детей я влюбилась в это место абсолютно я стал задумываться что я могу сделать чтобы им помочь а музыкант концертмейстер очень может помочь есть музыка которую мы играем по программе ну конкретная музыка которую нужно играть и разучивая конкретный танец а есть станок это отрабатывание определенных элементов танца в начале урока ну скажем так разминка хореографическая и вот здесь уже музыкант волен выбирать сам что он играет знает правильный ритм и приблизительные движения мы можем подобрать в этом ритме и с импровизировать любую музыку вот я например импровизирую сочиняю просто то что да да мне очень это нравится я не смотрю на клавиатуру потому что мне нужно поворачивать голову и смотреть на ребят а что они делают и под их движения соответственно я и это позволяет мне во первых творчески расти как пианисту расти в том числе а во вторых я влюбилась в русскую народную музыку и не учимся в парадигме классической музыки в школе в колледже в гнесинке у нас есть предмет история зарубежной музыки история русской музыки и у нас есть естественно чайковский моцарт бах и поехали но это же сливки и никто не объясняет нам вот этой собственно говоря правильной гармонии мозаики откуда взялся чайковский он же не просто так с неба свалился и когда ты начинаешь изучать нам мы никогда изучали историю народной музыки испанская музыка народная это потрясающе русская они очень разные есть латинская музыка куба historique и композиторы они же очень многие особенно если эта опера особенно опера на народные темы или на исторический там безусловное мир выросли мы все выросли из народной музыки грик это полностью народная музыка норвежская можно посмотреть скандинавскую всю эту историю фольклор чайковский у него есть в симфонии цитата в опале береза стояла прям звучит эта песня и все великие композиторы имеют истоки из народной музыки хотя этого мы не изучали и вот тут у меня сошелся пазл в этой хореографической школе теперь я понимаю что к чему если мы поставим просто музыку ну запись за флешку да как сейчас говорят логика подсказывает ноешь все одинаково слышу да да в ритм там одинаковый не попадают потому что не всех развито чувство ритма особенно у деток нужно уделять этому большое внимание вырасти взрастить в них это чувство ритма действительно есть дети у которых это не развита не развит слух и мы занимаемся этим школе 1 3 4 года безусловно у любого человека можно развить слух и чувство ритма это точно поэтому для этого нужно человеку чтобы вот он вот люди которые далеко не творческие да они просто не знаю что они неправильно говорят неправильно ходят ну и так далее но много аспектов и медицинских и творческих ну чтобы он да чтобы развить слух что для этого нужно какие-то упражнения есть есть и упражнения конечно но в первую очередь я бы рекомендовал начать все-таки с ритма потому что нужно записать себя на камеру посмотреть как остальные двигаются как ты двигаешься иногда первую очередь все в порядке будет нужно учиться услышать долгие и короткие звуки и пытаться их воспроизвести своим телом например хлопаем в ладоши медленные звуки а то что быстро и мы топаем например и соединение звука и движения формируют в мозге новые нейроны связи и тогда он по-другому воспринимает ритм он уже его вынужден связав с телом перри переосмыслить и тогда начинается уже много таких даже рок-н-ролль на композициях да 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 а ритмика ритмика сам по себе предмет это связь движение и звука но и у нас хореография в школе ритмика вот сейчас очень очень мало что мы ходили там вокруг и никто не знает что это такое кстати я имею ввиду простые не вовлеченные люди но мы двигаемся к концу он я знаю что но мы же не зря говорили композиторе при том что концертмейстер ваша любимая работа но композитор же жена рано или поздно же должна что-то ну какие-то произведения сочинять на ничем вы работаете сегодня над какой музыкой или может быть и по-прежнему поэзия у вас есть ли вы уже заимствуете поэзию кого-то другого поэзия только моя так и сейчас вот пришла награда стипендия губернатора московской области нас реализацию сборника ступеньки доброты будем издавать и вот буквально перед этой наградой нет не так давно несколько месяцев назад сижу на работе играю и удивительное дело во время одной музыки которые играют не спускается другая музыка она просто приходит ко мне я пытаюсь это синхронизировать не сбиться так сказать когда наступает маленький перерыв у нас переменка я быстренько это все записала на обратном пути уже в маршрутке я посмотрел это все и получилась замечательная песня называется россия моя она патриотическая она довольно интересная я это говорю не из ложной скромности и все как профессионал довольны этой работы да но она не совсем моя я не могу сказать что это моя песня она ко мне пришла понимаете то есть я просто я просто интерпретатор я ее смогла как-то но она же откуда-то пришла понимаете тут же очень такой важный момент это песня где-то будет исполняться да и и сейчас учит наш замечательный певец заслуженный артист московской области александр чайка сейчас он ее учит ждем премьеру и потом она поедет на другой конкурс на конкурс лучшей песни о россии которую организует сейчас олег газманов ну вот видите глядишь как-то так концертмейстер уже будет мне когда будет работой заниматься нет нет я свою любимую работу не брошу приходите к нам хореографическую школу те кто еще не с нами дорогие родители набираться силы и глашаем приглашаем это замечательное место ну вот я еще хотел поговорить интересный такой момент возвращаясь к теме музыки и так далее я не склонен как у любого человека еще есть такой возрастные вкусы вкусы да которые как правильно говорить какие-то песни совершенно может тебе не нравившиеся песни именно вдруг в какой-то на каком-то этапе твоей жизни за становится важными но не зря например на свадьбе там играет финале какой-нибудь свадебная песня то ли они под нее познаком то ли просто красиво на обычное выбираем сами молодые что-то они вкладки эти песни могут быть совершенно вот как бы неожиданными веселую когда вот музыка сегодня вот это обилие направлении всего того это говорит скорее о развитии музыкальном и о возможности некого свободного музыкального мира или это говорит о неком падении ухудшение вообще музыкального вот то есть из гармонии мы идем куда-то все-таки в набор звуков текстов каких-то символов направлений но никак не целостности ведь например если брать оперу сегодня когда человек идет в оперный театр он скорее выберет что-нибудь проверено даже пускай в какой-то новой ретерпретации на музыку там про тяжело там могут костюмы поменять музыка там есть да причем это есть и у нас и за границей точно также мало опер новых мало чайковских мало григов мало гендали а может быть или не прав но с моей точки зрения сейчас конечно у нас докаданс есть некие проблемы я их связываю с тем что слишком много информации стало доступно людям и мозг просто не успевает справляться с ней и музыка стала спамом я прошу прощения за эту аллегорию но действительно это спам в большинстве случаев человеку нет времени осознанно в тишине послушать музыку просто музыку нет времени она все время фон она все время где-то других местах а между тем это большая ошибка почему потому что просто информация она пришла в мозг и он легко может ее забыть а вот музыка информация записанная как звуковысотность музыка она не забывается да но вот это вот все у нас сидит почему эти все три рекламы эти три работы кстати они сейчас используют очень старые песни платят автором да как бы работая на этом но еще такой последний вопрос и будем прощаться что сейчас всякие ходят на страсти развиваются вокруг всевозможных программ не будем их называть программе имея ввиду которые создают роботизированную роботизирует нашу жизнь принципе музыку можете писать роботы и такая музыка уже есть да там пытались собрать все лучшие вещи какая такая странно получилось мелодия тем не менее но ведь по идее как робот прекрасно играет шахмат он может написать прекрасную музыку в зависимости от того что в него вложить то есть сможет машина писать музыку такую чтобы человек композитор не нужен будет напиши мне что-нибудь аля чтобы было не похоже ну какой там хит я не знаю там вот такой то и вот напиши типа про него но чтобы этим занимается студия marvel они на кофе все свои известные фильмы типа железный человек все вот это они не дают композитору выражать себя они просто говорят вот здесь вот человек должен заплакать высокую скрипку верхнем регистре мне сделают на этой минуте а вот на этой минуте я мне вот это и и композитор ломает полностью всю свою логику построения произведения по одних они выжимают просто человека эмоции потому что они знают что вот этот инструмент вызовет слезы вот этот инструмент развеселит лучше всего на всяких плохих персонажей фаготик надо было и вот эта спекуляция музыкой ни к чему хорошим не приводит и почему это проигрышный вариант потому что я не могу вспомнить и напеть ни одну мелодию из этих песен это невозможно запомнить она спасибо вам за небольшой урок у нас был музыкально сегодня алла трупана музыкант пианистка композитор концертмейстер анна очень неплохо на мой взгляд погрузила нас в это состояние музыкально и особенно приятно было услышать что слух есть у всех только не все знают об этом спасибо большое спасибо программа открытый диалог всего вам доброго до свидания